Ну, говоря о покровных культурах, мы должны понимать, где мы можем их посеять. То есть определить ниши, куда можно вставить покровную культуру. Покровная культура будет расти у нас тогда, когда не растет товарная. Одна из таких ниш – это после уборки ранних колоссовых и до сева яровых культур. Это довольно продолжительный период, где мы можем посеять покровные культуры. Но вот сея таким образом покровные культуры только в этот период у себя в хозяйстве, я начал понимать, что очень мало возможностей, в течение которых на поле возвращается покровная культура. Вот где мы были с пшеницей, там всего-навсего за 4 года она росла один раз. Вот после уборки пшеницы мы опять ее будем сеять. То есть мало. Для того, чтобы реально повлиять на здоровье почвы, реально ее сделать лучше, надо чаще выращивать покровные культуры. Что можно изменить, чтобы появилась возможность чаще их выращивать? Во-первых, можно пересмотреть силоборот и сделать его сложным. То есть, ну вот сейчас он простой, то есть пшеница, кукуруза, подсолнечник, горох, опять пшеница. А можно сделать, чередовать пшеницу через, не через 2 года, а через 1. Допустим, сеять пшеницу, подсолнечник, опять пшеницу, потом кукурузу, подсолнечник и опять возвращаться на пшеницу. То есть за 5 лет мы сможем 2 раза уже в поле сеять. Это первая возможность. И вторая возможность – это сеять летнюю так называемую покровную культуру. Не осеннюю, в случае, когда после озимой пшеницы высеваем, а высеваем летнюю. Но высевая летнюю покровную культуру, мы лишаем себя возможности высевать какую-то товарную культуру. Так бы мы посели товарную культуру и получили бы какую-то выручку, какой-то доход, какую-то выгоду от этой культуры. Ну, может быть, это, может быть, и так получилось, что пришло осознание того, что надо заниматься животноводством. То есть нужно интегрировать на свои поля выпас. Нужно внедрять вот этот пятый принцип здоровья почвы. И тут появляется возможность, имея животных, как-то окупить затраты на выращивание летних покровных культур. Вот в этом году мы предприняли такую попытку. То есть весною, вот здесь, на этом участке, мы посеяли летние покровные культуры, которые будут использоваться на корм скоту. Но здесь, как бы доминирующим компонентом этой смеси является суданка. То есть ее, ну, то, что животное, чем будут питаться, что будут поедать. Но для здоровья почвы мы сюда вот добавили в смесь и другие компоненты. Вот горох, это редька масличная, гречиха, лен есть. Это чечевица. Вот. Еще немножко мы добавляли сюда амаранта. Вот амарант, вот амарант. Совсем немножко добавили. Подсолнечник здесь есть. Ну, может быть, что-то забыл. Подсолнечник. Да, подсолнечник здесь есть. Может, что-то забыл, не вижу сейчас. Но, как бы, пытались разнообразить и добавляли. То есть, часть культур растет тех, которые пойдут на корм скоту. А часть культур растет исключительно для того, чтобы улучшить здоровье почвы. То есть, обогатить ее и питательными веществами, и сделать структуру почвы лучше. И много-много еще различных факторов, которые повлияют на состояние почвы. Интересно. Но, как эта часть растет? Вы же все вместе будете их выскорбливать как будете? Загоните животных? Есть два варианта, как скормить. Поставить оградку электропастух и выгнать животных сюда. Это идеальный вариант. И есть еще один вариант. Это мы будем подкашивать и увозить отсюда. То есть, кормить в другом месте. Значит, почему трудно осуществить вот этот идеальный вариант для нас? Потому что животных мало. Их сюда, если перемещать, это связано с затратами. Затратами на изгородь. Потом их невозможно оставить. Нужно их охранять. То есть, вот эти затраты на вот такое малое количество животных и на такую малую площадь, это не окупится. Ну, не окупится. То ли нам надо или альтруизм такой проявить и их сюда выгнать. То ли нам нужно будет скосить и вывезти туда. Даже если мы скосим и вывезем, ну, животные здесь не будут ходить, все равно польза от вот этой смеси, от того, что она здесь растет, будет очевидна. То есть, мы и так пользу будем иметь. Другое дело, если бы мы животных привезли, мы эту пользу там умножили бы на 2 или на 3. Ну, и так неплохо. Потом еще какой хочется нам эксперимент здесь заложить и провести. Это органическое земледелие или органический ноутил, или как бы сказать. Но вот само понятие органического продукта, это, ну, сейчас какая формулировка? Что это без применения химии. Но не говорят о том, что этого недостаточно. Только не применять удобрения там или какие-то средства защиты растений. Надо выращивать продукты, которые будут содержать высокую плотность питательных веществ. Которые будут в себе содержать все питательные вещества, необходимые для организма человека. Вот сейчас такой взрывной рост аутоиммунных заболеваний у человека происходит. Это с чем связано? Это связано с тем, что организм человека не способен противопостоять, ну, каким-то изменениям бороться с ними. Потому что у него нет ресурсов в организме. А ресурса нет из-за того, что он не получает вот эти все кирпичики, которые мы с едой. То есть еды мы едим много, но она пустая. Ну, такой термин, да, вот говорят. Она пустая еда. Там нет всех необходимых человеку питательных веществ и микроэлементов, которые должны быть в достаточном количестве. Из-за этого организм человека не может нормально функционировать. И вот эти так называемые аутоиммунные заболевания сейчас очень широко распространены. Так для того, чтобы они были в продуктах питания, для этого надо, чтобы была живая почва. Только живая почва способна дать растению все необходимое. Это невозможно вот традиционным путем получить, как мы привыкли выращивать пшеницу. Насыпали азота, получили большую массу пшеницы. А там в этой пшенице, ну, нет вот тех составляющих, которые нам необходимы. И также и другие продукты. Вот очень интересные данные я смотрел по вот этой так называемой плотности продуктов, да. Есть исследования, которые говорят о том, что если сравнить продукты, которыми мы питались в 50-е, 60-е годы, и которые мы едим сейчас, от 50 до 80% они содержат меньше вот этих питательных веществ, чем это было... Вот что дала химизация. Да, да. Соблашно, да? Ну, она сыграла свою роль, накормила людей. Сейчас никто не голодает. Но все же мы хотим жить качественно, да, все хотим питаться здоровыми продуктами. Вот этот путь, который может дать, вот это качество жизни, может дать здоровые продукты. А моя-то корость в этом какая? То есть, если у меня получится это сделать, то я надеюсь получать премию за такие продукты. И как за животноводческую, так и, соответственно, за растеневодческую. Вот без удобрений, без гербицидов, фунгицидов, без инсектицидов, как бы мы уже более-менее представляем, как это делать. И у нас это уже получается, вернее, оговорился, без гербицидов мы не можем. То есть, мы не можем побороться с сорной растительностью. Вот здесь попытка это сделать. Каким образом? То есть, постоянно скашивая или вытравливая животными, мы будем убирать сорную растительность. И мы будем скашивать не один раз, а возможно два раза. Ну, насколько нам позволит погода, насколько нам позволит влага и культура. И мы будем убирать. И посеем сюда, после того, как мы это все на корм будем летом косить и увозить, мы сюда посеем азимую пшеницу. И вот азимую пшеницу попробуем вырастить без, вообще, без каких-то агроресурсов. Один раз нам это уже удалось. Вот на том поле, где сейчас мы будем снимать, где коровы пасутся. Но, к сожалению, пришлось это поле экспериментарное превратить в пастбище. Потому что там я, ухаживая за животными, как бы присматривая за ними, это мне удобно. Мне не нужно тратиться на еще наемную силу, чтобы где-то в поле это организовывать. Ну, вот мы тот эксперимент, который начали на этом участке, мы перенесли сюда. Интересно. Попробуем вырастить пшеницу. Здесь совершенно, ну, здесь маленький участок, я не знаю, ну, гектар, наверное. Это не будет нашим бизнесом. Это будет наш путь. Это будет опыт, да, на котором мы будем пытаться. Да, который потом, возможно, нам удастся масштабировать и получать за это премию. Ну, вот опять же, выращивая азимую пшеницу, как бы уже мы примерно представляем, как это делать. А вот как перейти на следующие культуры. То есть, после азимой пшеницы, что сеять, чтобы не применять гербициды, чтобы не зарасти, это тоже такой большой вопрос, на который очень трудно сейчас ответить. Есть, ну, мысли некоторые, но это требует всего опытного подтверждения или как. Надо, будем пытаться, будем двигаться в этом направлении. Я хочу сказать, что я не один. Вот мы общаемся с коллегами, обсуждаем, как бы возможно было это сделать. Также мои коллеги заложили подобные опыты и занимаются, ну, опять же, на маленьких участках, для того, чтобы нам обмениваться опытом и потом у себя это применять и масштабировать такие удачные варианты, как это сделать. Сколько здесь, вот в этом коктейле, сколько наименований культур? Под десяток уже, наверное, да? Да, да, где-то около десятка, но вот та смесь, которую мы в прошлом году сеяли и которую в этом году будем сеять, так массово на всех полях, там, наверное, около 12 или 14 уже компонентов. Это то, что удалось самим вырастить, то, что удалось поменять, как бы там уже около, ну, около, ну, не меньше 12 точно, наверное, под 14 культур там будет. А летний посев вы осуществляете когда? Это в апреле, да, сеете? Летний? Здесь, вот здесь. Ну, для выпаса вот эту смесь. Как можно раньше? Вот, как мы... Как можно зайти? Как можно, да, зайти, так мы выходим и сеем. Да, а вот эти вот 12 компонентов, это уже такой вот переходящий посев, это весной будете... А они хотят? Сразу после уборки. Сразу после уборки. Вот у нас комбайн и сеялка работают всегда в одном... Ну, там гербициды потребуются весной, да? Да, да, да. В том варианте они потребуются. Безусловно. Возможно, они даже потребуются перед посевом покровных или сразу после посева покровных культур. Если пшеница слабая, а погода дождливая, то подгон, так называемый, очень много сорняка выходит. И когда мы всеваем покровную культуру вот уже в растущий сорняк, покровная культура очень мало шансов иметь для того, чтобы нормально отвегетировать. А сорняк будет доминировать и будет угнетать покровную культуру. Сорняк надо убирать. То есть, возможно, придется применить гербицид и после него сеять покровную культуру. В прошлом году мы часть полей посеяли без гербицида. На части полей применили гербицид и посеяли покровную культуру. Оптимальный вариант – это чистое поле после прохода комбайна. И сразу в этот же день, в этот же час лучше сеять покровную культуру. Когда успех на то, что мы их вырастим, максимальный. А влаги всегда хватает? Не всегда. Не всегда. То есть, есть риски, да? Есть риски, то, что покровная культура не взойдет. Есть риски, то, что она взойдет, потом засохнет. Но сеять, как бы я для себя принял решение, сеять всегда. Есть влага, нет влаги. То есть, сеем в надежде на то, что пройдет дождь когда-то и покровная культура взойдет. И сеем, а когда влага есть, вообще вопрос не возникает. То есть, сеем всегда. Ясно. Она, как бы, покровная культура почти всегда растет. Только ее развитие всегда разное. Вот там, где мы посеяли сразу и влага есть, она вырастает, ну и по пояс вырастает. И есть у меня фотографии, где просто зеленое поле стоит. Там, где мы сеем позже или посеем, но дождь пройдет попозже. Она вырастает, но растение, ну вот, может быть такого роста, вот как здесь. Но вот даже этого вполне достаточно. То есть, это уже хорошо. Самое главное, мы дали почве корни живые. Что корни дают? Зеленое растение фиксирует углерод и кормит почвенную биоту. Опускает ее в корневую и выделяет этот углерод почвенной биоте. Почвенная биота питается, развивается. Она формирует структуру почвы. Она высвобождает, меняет этот углерод, который растение поставляет. Меняет с микроорганизмами на питательные вещества. Она так просто его не отдает. Не всегда даже удается запустить этот процесс. То есть, возможно, вот сейчас растения растут и питаются свободными питательными веществами. А те, которые связаны в недоступном виде, они так и есть недоступны. Так вот, наша задача запустить этот механизм, когда углерод будет меняться на недоступные питательные вещества. Их очень много в почве. А в воздухе так вообще 80% азота. Вы представляете, вот над нами сколько азота. И это все возможно. Они могут, можно его туда поместить. Можно без селитра обходиться. Можно, но очень сложно, очень тяжело вот этот переходный процесс пройти и научиться поддерживать его. От этого много компонентов в этой системе. Это и селки. Вот у меня вопрос был, да, какую вы предпочитаете селку? Анкерную или дисковую? Какой проще работать? Для меня вопрос, какой проще работать, он неправильный. Потому что, допустим, грибы, вот мне нужно, чтобы была почва грибная, они не растут и не могут они жить в почве, которая подвергается большим механическим разрушениям. Где почва обрабатывается, они не могут жить. Мы их рвем постоянно. Это не их среда обитания. Поэтому анкер для меня неприемлем. Мало того, диск даже не всякий подходит. Потому что некоторые дисковые селки не меньше анкера разрушают почву. То есть надо выбирать, подбирать такие селки, которые делают невидимый посев. Вот прошла селка по полю и не видно, где мы посеяли. Вот мы были с вами на кукурузе и сейчас поедем еще. Там не видно, рядок растет, а не видно, как он туда посадит. Вот это идеальный вариант для меня. То есть с минимальными разрушениями почвы. Только тогда мы сможем улучшить здоровье почвы и правильный баланс сформировать там. Потом применение химии. Тоже нельзя много, нельзя безоглядно применять все. Отказались от фунгицидов. Замечательно. Снижаем нормы применения минеральных удобрений. Замечательно. Они тоже угнетают грибы. Тоже угнетают простейших и также тех полезных для нас жителей, обитателей почвы. Которые на нас должны работать. Постоянные живые корни. Вот видите, да, я рассказываю. Летние, осенняя покровная культура. Убираем одну, сразу сеем другую. Вот этот непрерывность, этот принцип непрерывности присутствия в почве живых корней, он должен соблюдаться. Будем прерывать циклы, будем иметь проблемы. То есть мы что-то накапливаем, нарабатываем, нарабатываем. Потом посеяли горох. Горох съел все растительные остатки. Голая почва. Идут дожди, дует ветер. Мы теряем почву. Мы теряем состав почвенных микроорганизмов. Остаются те только, которые разлагают растительные остатки. Питаются почвенным углеродом, гумусом питаются микроорганизмы. Они голодают там, они начинают гумус разлагать. Да, при этом те, которые обрабатывают почву, применяют много удобрений, это хорошо. Они же получают еще дополнительные питательные вещества за то, что мы теряем органическое вещество почвы, разлагаем его. Но путь этот, к сожалению, не бесконечен. И когда-то мы плодородие потеряем и не сможем выращивать. Но говорят, что нам хватит и нашим детям хватит. Если мы традиционным будем идти путем обрабатывать землю так, как мы ее сейчас эксплуатируем. А вот у наших внуков будут проблемы. А проблемы с питанием и со здоровьем, они сейчас уже есть. Поэтому не поменяв способ выращивания того, что мы едим, мы не исправим здоровье свое, своих людей. Возьмите США и вообще любые страны, у которых развита система здравоохранения. Они же не решают, эта система здравоохранения не решает проблему заболеваний. То есть люди там очень много страдают и ожирением, и диабетом, и другими аутоиммунными заболеваниями. Это все от неправильного питания. Ну и от образа жизни и так далее и тому подобное. Да, ясно. Движемся дальше. Спасибо, да. Двигаемся. Спасибо.